Понятно, что главное событие недели у нас происходит именно сегодня, в субботу, 23 января, но тем не менее на неделе происходили и другие события, и мы предварительно поговорим о них. Начну с кадровых перестановок, которые наконец-то назрели в правительстве республики Башкортостан. Практически год был потерян на то, чтобы начать приводить в порядок кадровый состав руководящего звена власти в республике, и вот теперь это назрело. Ну, объяснимо, конечно, что начали по низам, и речь идет о том, что в ближайшее время свои посты потеряют Салават Нафиков и Рима Бойцова. Салават Нафиков возглавляет Госкомитет по туризму, возглавляет он его чуть больше, чуть меньше полутора лет, примерно столько, за все это время не отметился ничем достойным и не реализовал ни одного крупного проекта, кроме каких-то весьма противоречивых докладов о фантастическом росте, а потом фантастическом спаде въездного туризма в Башкортостане, Салават Нафиков нам ничем не запомнился. Ввиду наличия некоторых непроходимых пороков, а также неспособности руководить этим ведомством и давать результаты, видимо, с ним решили без сожаления расстаться. С Римой Юрьевной Бойцовой все значительно сложнее, она более крупная фигура в правительстве. Если Нафиков появился как-то спонтанно и непонятно откуда, то ли Идальбаев его привел, то ли еще кто-то там его присмотрел, но вот Бойцова это однозначно человек Сидякина, привел ее Сидякин, Александр Геннадьевич привел ее на конкретное место и на конкретные бюджеты. Мы помним, как формулировали СМИ Башкортостана деятельность Римы Юрьевны, не иначе как пусканием по ветру миллиарда с лишним рублей. Речь шла о том, как Рима Юрьевна распорядилась деньгами, на которые надо было и можно было поддержать малый бизнес. Там были какие-то очень странные мероприятия, какие-то каворкинги, какие-то консультации и прочее. На эти вполне себе эфемерные занятия Рима Юрьевна истратила 1 миллиард и 214 миллионов рублей. Сумму астрономическую для столь незначительной деятельности. В конечном итоге Рима Юрьевна в последнее время уже откровенно дублировала функции других ведомств. И ощутимо Министерство экономики и прочие экономические ведомства потихонечку отбирали у нее любую активность и любые ее действия. Соответственно, в последние месяцы ведомство госпожи Бойцовой превратилось в такую уже совершенно откровенную фикцию. Ну и, наверное, последнюю точку в судьбе ее как чиновника в Республике Башкортостан поставил Димарш 30 декабря. Те, кто знают, о чем идет речь, понимают, о чем я говорю. Мы когда-нибудь, наверное, в деталях расскажем об этой выходке госпожи Бойцовой. В общем, капля последняя капнула в чашу терпения. С Бойцовой расстаемся. И, конечно же, нужно отметить, что с уходом Рима Бойцовой существенно ослабевают позиции господина Сидякина в правительстве. Он теряет эти позиции. Постепенно вымываются его люди, которых он привел с собой, либо назначил по собственному хотенью. Но это, в общем-то, хороший знак. Саша Сидякин, в общем-то, тоже вслед за своими людьми должен, наверное, покинуть республику, потому что вреда от него достаточно много. Все мы ожидали отставки Ленар Ивановой, но, увы, ее не случится. Ленар Хакимовна сохраняет свой пост, несмотря на то, что вот эта история с 11 сгоревшими стариками практически уничтожила ее репутацию как руководителя ведомства. Но, тем не менее, она администрирует столь большие суммы и столь масштабные проекты в социальной сфере, что, видимо, не решились ее тронуть. Однако от себя замечу, что смердеть горелым человеческим мясом от Ленары Хакимовны будет теперь, наверное, всегда. И никакие ее старания в регулярном бассейне, а также услуги визажистов, конечно же, не помогут избавиться от этого смрадного запаха. Мы всегда будем помнить о том, что случилось в одном из районов Башкирии, где сгорели 11 несчастных стариков в подведомственном учреждении Ленар Ивановой, несмотря на то, что она всячески отрицала о том, что знала вообще о существовании этого приюта. Не успел Саша Сидиакин в понедельник на оперативном совещании доложить о своей гениальной идее про ковид-паспорта. Как уже во вторник на федеральном уровне идея о раздаче паспортов и удостоверении тем, кто сделал прививку, была разгромлена в пух и прах, Валентина Ивановна Матвиенко заявила, что никаких ковид-паспортов в Российской Федерации не будет, никакой сегрегации людей по признаку привит-непривит невозможно и так далее, и так далее. Удивительная синхронность событий, она только подтверждает глупость, бессмысленность и злонамеренность идеи господина Сидякина о введении вот этих ковид-паспортов в Башкортостане. Надеюсь, теперь эту идею спустят на тормозах. Посмотрим, конечно, как это все будет выглядеть. Напомню, что США Сидякин анонсировал запуск этого проекта с 5 февраля. Вот именно 5 февраля мы и посмотрим, ограничится ли он выдачей ковид-паспорта самому себе или все-таки попытаются раздать его жителям республики Башкортостан. А еще на прошедшей неделе у нас случилось страшное в истории республики Башкортостан. Как говорила Маргарет Тэтчер, Россия загадочная страна с непредсказуемым прошлым. И вот примерно из этой оперы у нас случилась новость. Я говорю о том, что прокуратура города Санкт-Петербурга выдала определение о том, что необходимо снести бюст Ахмед Заки Валиди, находящийся в дворике Санкт-Петербургского университета. И причиной этого предписания было то, что прокуратура признала историческую фигуру Ахмеда Заки Валиди пособником нацистскому режиму или что-то в плане того, что Ахмед Заки Валиди каким-то образом или потворствовал, или приветствовал нацистский режим. Мы еще не видели оригинал этого документа, но что-то такое, об этом идет речь. Много, конечно, уже и много лет говорят о возможной связи Ахмеда Заки Валиди с нацистскими преступниками и преступлениями. Вменяется ему огромное количество всяких фантастических историй, в том числе и личная беседа с Адольфом Гитлером, и получение портбилета национал-социалистической рабочей партии Германии и прочее-прочее. Также не до конца понятен эпизод с арестом и тюремным заключением Ахмед Заки Валиди в Турции. Много вопросов. Однако, напомню, что когда в Уфе называли улицу Ахмед Заки Валиди и Центральную библиотеку тоже поименовали его именем, Федеральная служба безопасности на тот момент выдала документ о том, что в архивах ФСБ не содержится документов, подтверждающих сотрудничество Ахмед Заки Валиди с нацистскими режимами. Это действительно тогда делалось. На всякий случай подстраховались, дали запрос, и ФСБ дала такой ответ. Теперь прокуратура выдает вот такое предписание, которое прямо противоположно справке ФСБ. Фигура Ахмед Заки Валиди абсолютно загадочная фигура в истории Республики Башкортостан и Российской Федерации. И, наконец-то, нужно, пожалуй, что всерьез взяться за ответы на эти вопросы, иначе мы еще много десятилетий будем париться в этих разночтениях и в этих различных точках зрения. Я занимался этим вопросом, напоминаю об этом, рассказываю в который раз, и читал документы, переведенные на русский язык, и часть из них была создана на русском языке в Турецкой Республике, когда допрашивали вот эту боевую организацию Ахмед Заки Валиди и обстоятельства того, что там происходило. Очень много интересного в этом всем. Однако я лично в этих документах связи между Валидовым и нацистским режимом не обнаружил. Но это мое такое непрофессиональное мнение. Теперь о реакции, которая наступила в республике. Членка общественной палаты, скрывающейся под псевдонимом Алья Айсин, заявила о том, что действия петербургской прокуратуры – это плевок в душу башкирского народа. Вот не меньше и не больше. Но вообще общественная палата нашей республики уже в последние недели и месяцы превратилась в какой-то реакционный орган, который вот таким вот образом может охарактеризовать действия государственных органов власти. В Российской Федерации оставим это заявление на совести вот этой вот самой Альи Айсиной. Но, по крайней мере, это очень характеризует отношения общественной палаты. У меня больше вопросов к другим более серьезным фигурам, конкретно к Хабирову. Вопрос в том, каким образом он теперь будет реагировать на это предписание прокуратуры. Будут ли поспешно переименовывать улицы в Уфе и библиотеку. Ну и, естественно, вопросы, как, например, отреагируют национальные организации, как отреагирует госсобрание, Всемирный Курлтай-Башкир. Будет ли продолжена эта акция и рассмотрят ли фигуру Салавата Юлаева, который тоже сотрудничал непонятно с кем, да и, значит, со всяким сбродом типа Емельяна Пугачева, который царя пытался свергнуть. В общем, вопросов тут огромное количество. Но если перестать ерничать и шутить, то я полагаю, что нужно создать серьезную комиссию из ученых, историков, архивистов и обязательно представителей спецслужб ФСБ и прокуратуры, которые сообща должны раз и навсегда оценить документы, имеющиеся по Ахмедзаки Валиде, если необходимо получить копии этих документов из Турции и вынести окончательный вердикт, был ли Валидов пособником нацистского режима или нет. Немножко городских новостей, касающихся, в общем, и нового мэра и вообще жителей города Уфы. Я говорю о том, что Сергей Николаевич Греков, новый мэр Уфы, рискует начать свою карьеру с скандальной точечной застройки. И речь идет о том, что вездесущий Валериан Гагин пытается протолкнуть проект строительства своего арт-пространства облака теперь уже прямо в центре Уфы, на пересечении улицы Кирова и Ленинова. Единственный сквер он нашел и вот решил, значит, последнего зеленого уголка лишить жителей Ленинского района и там воткнуть какую-то уродливую коробку, сзади нее какой-то уродливый шарик. Ну, это вот, судя по той картинке, которую он показывал в интернете. И вот это все будет называться, значит, арт-пространство облака на 6000 квадратных метров и бла-бла-бла. У меня возникает сразу масса вопросов. Во-первых, с какого перепуга нужно лишать последнего сквера жителей вот этих кварталов? Во-вторых, с какого перепуга город должен выдавать какому-то там Валериану Гагину под коммерческое использование, значит, землю, самую дорогую землю в Уфе и так далее, и так далее. В-третьих, там вообще негде парковаться, там просто адский ад стоит. А если он еще воткнет туда 6000 квадратных метров коммерческих площадей, то там просто будет крышка. Он, правда, нас утешает платной парковкой, ну, спасибо Валериану Тешеву. Дальше, значит, будут ли общественные слушания и прочее. А самый главный вопрос, да на какой черт нам нужна еще одна арт-зона в этом районе? У нас арт-квадрат не заполнен. У нас через дорогу от него Мирас еле дышит, через раз арт-галерея, значит, которая уже много лет там существует на Ленина. И тут мы втыкаем 6000 квадратных метров арт-пространства. Да не смешите, через год-полтора после того, как они его закончат строить, они со вздохом превратят это все в какой-нибудь бизнес-центр или торговый центр. Скажут, ну, извините, не пошло. Так что нет, я предлагаю и призываю жителей Ленинского района, каковым я и сам являюсь, быть бдительными, следить за этой ситуацией, отслеживать все эти общественные слушания и среагировать, обязательно пойти и сказать свое решительное «нет» вот этому совершенно дикому, абсолютно нецивилизованному проекту, который вот, ну, просто реализовать последний кусок земли, вот, оставшийся последний кусок земли, где стоят скамейки, деревья, елки и так далее. Этот товарищ, значит, нам рассказывает байки о том, что построив 6000 квадратных метров на этом пятачке, он не погубит ни одного дерева. А как так там вообще, судя по проекту, там места живого не остается, как бы тропинку негде будет проложить. Нет, мы должны самым активным образом этому всему противиться. Гагин тут начал ерничать по поводу моего прайса, я готов его успокоить. Дорогой Валериан, для тебя в этой ситуации все будет абсолютно бесплатно. Ну и к главному событию недели, к заявленному митингу в поддержку Навального. То, что будет происходить в городах России еще у нас впереди, не буду прогнозировать. Мы сегодня пойдем туда снимать и выпустим информацию о этом мероприятии отдельным выпуском, но сегодня же ближе к вечеру. Хочу рассказать о той подготовке, которая предшествовала этому митингу. Подготовка, прямо скажем, была грандиозной. Я не припоминаю такой истерики местных и федеральных властей. Во-первых, уже по Первому каналу научились произносить фамилию Навального, чего раньше не случалось. Ну, вчера вечером и позавчера, на какую кнопку не нажмешь на телевизоре, везде Навальный, Навальный. Такой рекламы, конечно, Алексей не ожидал ни от Соловьева, ни от прочих деятелей нашего зомбоящика. Но вернемся в Башкирию. В Башкирии подошли к подготовке очень серьезно. Во-первых, сразу же определились с теми группами, на которые нужно воздействовать. Это школьники и их родители. Ни тех, ни других власти не хотят видеть на этом мероприятии, и началась, забурлила активная работа. Начали с того, что суббота 23 января была объявлена учебным днем. Несмотря на то, что повсеместно введена пятидневка в школах, решили этим делом пожертвовать, объявили, что школы будут работать. Более того, всем родителям, во всех школах, без исключения, были разосланы уведомления о том, что именно в этот день, именно с 14.00, дети должны находиться в школе по причине различных мероприятий. Тут была некая палитра. Это были дни здоровья, дни знаний, дни профориентации. Ну, в общем, все вот что-то такое. Кое-где что-то там было про патриотизм, но совсем немножко. Более того, учителя предписывали, значит, отчитываться родителей, будут ли, не будут ли их дети в школе. Если они будут не в школе, то где они будут? А самое главное, учителя требовали, чтобы родители написали, где будут сами родители в это время. Желательно, чтобы они были в школе, кстати говоря. Вот примерно к такому склонялся наше Министерство образования, которое взяло на себя абсолютно нетипичную и абсолютно непристойную жандармскую функцию. Я не знаю, конечно, насколько родители подчинятся вот этой вот истерии Министерства образования, учителя подчинились вполне себе безропотно. По свидетельству очевидцев, практически все они на это среагировали с пониманием, сказали, ну, надо так надо, и пошли, значит, как говорится, отрабатывать. Ну, примерно так же, как это презренное сообщество работало на выборах. То же самое ведь учителя, там главная сила, вот они там и, как говорится, поработали. И вот в ближайшую субботу, вернее, сегодня учителя тоже сыграют такую очень непристойную роль в истории Российской Федерации, роль ограничителя активности для людей, не только для детей, но и для их родителей. Ну, вот так вот получается. Параллельно с этими мероприятиями по линии ограничения детей и их родителей в городе Уфе и в некоторых районах и городах республики прошли профилактические мероприятия силовиков. Речь идет о том, что кого-то из активистов задержали по предполагаемым каким-то обвинениям. Вот Ольгу Комлеву забрали в полицию и сказали, что против нее есть какой-то материал. Потом стали мучительно чесать в затылке и вспоминать или выдумывать этот материал. Я уж не понял там до конца как. Но, тем не менее, ее оставляют ночевать в полиции до утра, а утром будет какой-то суд. Примерно такая же история случилась с Теляным, юристом штаба Навального в Уфе. И непонятная история с Чанышевой. Вроде как она вчера отправилась тоже в сопровождении сотрудников полиции в отдел полиции. Что с ней случилось дальше, немножко непонятно. И какая-то интрига повисла в воздухе. Будет ли она на этом митинге или не будет. Ну, как говорится, увидим своими глазами. Кроме вот этих вот устрашений через школы и профилактики активистов, массированная, конечно, была акция предпринята в башкирских государственных средствах массовой информации. И около государственных сейчас очень сложно разделить. Есть много как будто бы частных СМИ, которые настолько легли и раздвинули ножки, что отличить их от какого-нибудь Башинформа или БСТ уже практически невозможно. Так вот, в этих СМИ прошли какие-то такие очень смешные, с одной стороны, а с другой стороны страшненькие тексты и сообщения о том, что, дескать, МВД, по их данным, будет беспощадно подавлять любые беспорядки. То есть, вплоть до применения оружия. Там даже такие вещи звучали, что там берегите детей, не выпускайте их на улице, на улицах будет твориться ад. Вот такой вот ужас нагнетали, напомню, государственные и около государственные СМИ. Очевидно, что все это носило абсолютно пропагандистский характер, но при этом они как-то туманно ссылались на МВД. Вот здесь вот правильно заметил один мой товарищ из среды медийной. Он сказал, вы уж, ребята, или, как говорится, крестик снимите или трусы оденьте. То есть, либо вы заявляете, что вы действительно пресс-служба Министерства внутренних дел и давайте четкие ссылки на должностных лиц и прочее, прочее. Или перестаньте намекать, а то скоро будет совсем это выглядеть неприлично, и ваш информ превратился в какой-то информационный отдел, то ли МВД, то ли ФСБ. До конца непонятно. Самую смешную меру по недопущению беспорядков на улицах предпринял все-таки Борис Владимирович Беляев, министр ЖКХ и вице-премьер. Он издал указ о том, что нужно провести акцию «Внимание, снег!». То есть, Беляева не напугал Навальный, Беляева напугал снег. В этом своем распоряжении Беляев пишет о том, что нужно предпринять все меры к уборке снега, раздать всем лопаты и особое внимание обратить на пластиковый мусор, который заполонил города Республики Башкортостан. Но смешно, конечно. Беляев, конечно, очень смешон, но самую смешную историю отмочила Ульяна Трегубчак, фронтвумен башкирского спутникового телевидения, ведущая самой дорогой государственной программы на нашем государственном телевидении, отправилась в рекламный тур на один из заводов башспирта в город Стерлитамак, в веселой компании всех наших башкирских дежурных блогеров, всякие там габитовые и прочая краснотрусильная тусовочка. Но ладно бы, это у них обычное дело, это обычный такой заработок, ездить по рекламным турам, потом рассказывать, какая офигенная водка льется в башспирте. Дело не в этом. Ульяна высказалась по поводу всех этих событий с Навальным на фоне завода башспирта и высказалась удивительным образом. Во-первых, она полностью опровергла позицию Кремля о несуществовании вот этого всего дворца и виноградников, потому что она буквально заявила следующее, что да что там виноградники Путина, вон посмотрите какой завод у башспирта, ну и там отхлебнула из какого-то бокала. Потом там уже совсем было весело, она скакала верхом на стеклянном ружье, валялась на полу, пилая с трехлитровых бокалов. Но это уже у них так обычная стилистика из того клипа. Самое важное, что сотрудница государственного канала, телевизионного канала БСТ, ведущая главной и самой дорогой программы, по сути подтвердила достоверность фильма Навального, заявив о том, что сравнивая виноградники Путина с хозяйством башспирта, Ульяна Трегубчак, конечно, делает выбор в сторону башспирта, а виноградники Путина это ерунда, а какое-то и убожество. Пока все обсуждают виноградники Путина, мы приехали в Стрелитомак для того, чтобы отлично провести эту пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова